Rainbow English 4 класс Учебник, английский язык Так, смотрим на задание 4 В Unity 7, в степе 3 Нам нужно использовать вопросительные слова Where, где, куда When, когда What, что или какой Who, кто или кому How many, сколько И узнать, как провел свои выходные Джон И вот задать эти вопросы Ну, давайте сразу разберем Первая часть у нас, как видите Потом идет вторая часть Первая часть состоит из общих вопросов То есть, вот эти вопросительные слова Нам ставить не придется Их ставить нужно в специальных вопросах А не вот у нас все будут А первый общий вопрос Причем у вас тема прошедшего времени Past simple Поэтому, что происходит Если вы здесь видите в предложении Глагол Вот мы видим Помогал Смотрел Гулял Это глаголы Я потом составлю видео Объясню Они так называемые Их иногда слабые называют Им нужен помощник Спомогательный глагол Did Вот он будет ставиться в начало А здесь глагол у нас был Он сильный Он переводится Was Или Бео бывает И он у нас Сильный Поэтому он сам будет Стоять в самом начале Вашего вопроса Как это будет выглядеть Итак Был ли он дома То есть представьте Что вы у этого Джона Спрашиваете Ты был дома То есть мы узнали Что здесь сильный глагол был Мы будем спрашивать И у человека У Джона Поэтому мы будем обращаться К нему везде И у как вы видите Везде эти you идут Ты С you ставится не was А ставится were Поэтому вот он в самом начале Будет стоять Were you at home Дома Начиная со второго Мы видим слабые глаголы То есть помогал Смотрел Гулял Поэтому как я уже сказала Ставится везде did в начале Did you То есть помогал ты своим родителям Did you Помогать это help В первой форме То есть никаких тут окончаний Иди ставить не нужно Your parents Дальше спрашиваем Смотрел ты телевизор Did you watch TV Следующий вопрос Гулял ты с собакой Вообще-то конечно покрасивее будет Ты гулял с собакой Ну так более понятно Did you walk with your dog Это все мы составили общие вопросы В принципе дальше Структура сохраняется Но единственное что У нас должны в начале Стоять вопросительные слова Вот когда вы видите Вот такую структуру Сначала вопросительные слова А потом уже идет сам вопрос Это значит вопросы специальные Как они строятся Сначала идет вопросительное слово А потом конструкция такая же Как вы видели в первой части То есть поехали Первый вопрос Где ты играл в теннис? Where did you play tennis? То есть как видите Вот это все у нас совпадает Вот с этими вариантами Когда ты убирал свою комнату When did you clean your room? Что ты мыл? What did you wash? Кому ты звонил? Who did you phone? Возможно у вас было слово Звонить call Я вот если честно не в курсе Поэтому смотрите Если встречали это слово Пишите его Если вы вот этот фон не знаете Пишите слово call Только не пишите два подряд То есть выбирайте одно из двух Пятое На сколько вопросов ты ответил? Вот так мы должны спросить И спрашиваем How many? Это сколько? How many questions? Кто не в курсе вот этой буквы А то некоторые не очень понимают Как я ее так пишу Это вот так ее можно еще То есть это Q How many questions did you answer? То есть на сколько вопросов ты ответил?